Как уже говорила Юлия о своем выступительном слове, в Украине то этого времени также не существовало какой-то единой платформы, площадки, где бы переводчики могли встречаться, общаться, отделиться опытом, знаниями и накопленными. И мы поняли, что не нужно останавливаться на достигнутом и продолжать творить в том же направлении. Далее мы взяли небольшую паузу и перевели конференцию в онлайн формат. Онлайн формат представлял собой регулярные вебинары, которые проходили раз в две недели. Мы приглашали докладчиков, которые уже выступали на конференциях и они готовили вебинары по материалу своих выступлений. Также мы приглашали и других спикеров, которые готовы были поделиться своими знаниями. Так, например, за время онлайн формата конференции у нас выступило порядка 30 докладчиков. Среди них были известные эксперты переводческого художника Рината Бенината, Такер Джонсон, Алексей Козуляев из Руфилмс, Екатерина Чашникова, которая, кстати, была докладчиком на 2013 году на конференции и провела порядка трех вебинаров для наших слушателей. Они пользуются до сих пор огромной популярностью на нашем канале, не из самых просматриваемых видео. Илья Мищенко, Дмитрий Павлов – это только те немногие докладчики, которые выступали с вебинарами. Все вебинары находятся в открытом доступе, они абсолютно бесплатные, они размещены на канале конференции и на сайте. То есть можно заходить, смотреть и наслаждаться, скажем так. За время проведения, за все это время, что конференция проходила онлайн, мы обдумывали идею того, чтобы сделать конференцию ближе. Ближе как к территориальному измерению, так и ближе к общению. Хотелось, чтобы у людей было больше времени, чтобы атмосфера была более располагающая. Ведь на самом деле наш директор компании Станислав Калинюк, уезжая каждый раз на какую-нибудь конференцию за границу, он говорил, что он часто уставал и скучал за семьей. А у Станислава трое детей, наверное, нам каждому известно такое чувство, когда мы едем куда-то либо в командировку, либо там по работе. Вот, и поэтому мы решили, а почему бы не провести конференцию в лесу, на природе, чтобы объединить и нетворкинг, и чтобы можно было приехать на конференцию с семьей, скажем так, совместить приятное с полезным. И так у нас родилась идея конференции UTK. Вот такая у нас получилась трансформация. Мы набрали смелости, чтобы реализовать такой амбициозный, непростой, сложный и в то же время невероятно востребованную задачу. Мы решили провести конференцию в лесу, чтобы можно было учиться, обмениваться знаниями и вместе с тем проводить время с семьей. Потому что мы считаем, что это один из тех критериев уникальности, на которые мы делаем большую ставку. И мы воплотили нашу идею. В 2016 году UTK прошел в июне в 43 километрах от Днепра, заповеданном сосновом лесу на берегу реки Самара. И местным проведением был выбран бывший спортивно-оздоровительный лагерь «Метеорит». Вот здесь вы можете видеть скриншоты с Google Maps. Это тоже такая довольно зеленая, висистая территория, которая налеивает абсолютно такие романтичные какие-то картинки. «Метеорит» на самом деле это особое место для нашей компании. Это место с душой, это место со своей историей. В прошлом это был легендарный спортивный лагерь, в котором тренировались сильные чемпионы. Компания инвестировала много времени и энергии в то, чтобы вернуть жизнь в это незаслуженно забытое человека место. И скажу только, что силы энергии, конечно же, ушло немало, потому что все приходилось буквально восстанавливать с нуля. И сроки проведения этой конференции были крайне сжатыми. Но общими усилиями нам все же удалось вернуть, вдохнуть жизнь в это место, чтобы здесь вновь звучал детский смех, радостная голоса людей. И также тихо плескалась река. Преображающие перемены вы можете видеть на этих фотографиях, но это уже другая длинная история, не менее хорошая, которую я, возможно, расскажу вам уже в другой раз. Итак, вот у нас родилась конференция UT Camp, и вместе с ней новое название. Хотя это не просто конференция, это настоящий переводческий кэмп. И сразу все стало возможным. И отдых на природе, и обмен знаниями, и общение с коллегами, и видеотрансляции из леса. Первая конференция длилась два дня, и за это время мы получили массу, скажем так, полезных докладов, массу бесценного опыта, который нам в дальнейшем очень-очень сильно помог. Я думаю, что вместо тысячи слов за меня лучше скажет видео. Я приготовила такую коротенькую зарисовочку, и мы ее потом посмотрим. Как тонко подметил один из наших друзей Иосиф Ковалев, он давный друг нашей конференции, переводчик-фрилансер, что самое интересное, и все проходило вне зала UT Camp. Эти фотографии наглядно демонстрируют то, что было помимо основной программы с докладами. Здесь было дружеское общение, и музыка, и йога по утрам, и солнечной ванной на пляже, и отдых в гамаке, и песни у костра. В общем, был разнообразный отдых на любой вкус. И, конечно же, мы не могли этому нарадоваться. Это кажется сказкой, потому что, на самом деле, как многие писали в своих отзывах, говорили, что это переводческий рай. И, конечно же, нам, как организаторам, это было очень приятно. Но для любого организатора организация мероприятия – это не только какая-то красивая картинка, которая получается на выходе, но это еще и огромная работа компании. Целой команды организаторов. Вот представьте, что вы организаторы, и вам, условно, за 4 месяца нужно подготовить площадку с нуля к проведению конференции. Сперва кажется, что миссия просто невыполнима. Но перед нами стояли вот такие задачи. Нам нужно было организовать современную конференцию в лесу. То есть, абсолютно, чтобы была она с полным техническим обеспечением. Это и синхронный перевод на три языка – английский, русский, украинский. Это и видеотрансляция онлайн. И множество других вопросов. Допустим, и какие-то выступления спикеров удаленно. Логистика. Согласитесь, что пригласить людей куда-то в лес в 40 километрах от Днепра – это идея, которая многим кажется, ну, мягко говоря, не очень привлекательной. И поэтому над логистикой нам пришлось очень здорово поработать, чтобы всех доставить на место, никого не потерять, никого нигде не забыть на дороге. Питание – это еще один такой непростой пункт, потому что, находясь в 40 километрах от города, люди остаются на такой закрытой территории, и выбора особо у них в плане питания нет, и вся эта забота ложится на организаторов. Поэтому мы пригласили команду поваров, которая ежедневно готовила еду, организовали закупки товаров и ежедневные поставки продуктов. Затем этот досуг, конечно же, кроме приветственных фуршетов и гала-вечера, здесь еще присутствовала детская развлекательная программа, потому что, когда люди приезжали с семьями, важно было, чтобы, допустим, взрослые могли пойти на доклады, а детки не были предоставлены сами себе. Работалась команда профессионалов своего дела, но помимо этого еще очень большой вклад внесли наши сами участники. Многие приехали с гитарами, с гармониками, не боялись демонстрировать и открывать свои таланты, и на самом деле это было, вот, знаете, мы посмотрели друг на друга абсолютно с другой стороны. И, конечно же, команда. Мы в буквальном смысле рыли траншеи, прокладывали интернет, и команда сделала огромную работу, потому что в таких условиях это было действительно непросто. Сейчас я попробую включить видео. Сейчас мы перейдем к моей любимой части. ЕДП-2019. Я скажу, что с 2016 года до конференции был перерыв 3 года, мы не проводили конференцию онлайн, вот, но в 2019 году мы решили, что после такого длительного перерыва возвращение должно быть каким-то таким неожиданным. И мы приняли этот вызов, и теперь конференция длилась целую неделю. Вместо двух дней она проходила в 7 дней. Зачем так долго, наверное, спросите вы? Это был логичный вопрос на самом деле. Вот, мы решили наверстать все то, что не успели сделать за предыдущие два дня. В 2016 году решили дать людям больше времени на общение, чтобы каждый мог приехать и действительно сполна насладиться тем отдыхом, который мы предлагали. Потому что территория, кроме общения, докладов, предлагает еще массу других возможностей, которые вот сама природа их подготовила. В этом году у нас было порядка 66 докладчиков и 66 докладов, включая удаленных докладчиков. Было порядка 6 интерактивных сессий, 3 мастер-класса, вот, то есть все, как бы, эту статистику вы можете посмотреть. Но самое главное, что мы вынесли из этого, это то, что конференция стала еще ярче, обсуждение еще величее. И мы экспериментировали с форматами, пробовали что-то новое, но и вставляли самое лучшее с прошедших годов. Помимо трех секций докладов, которые уже были традиционными для нашей конференции, это искусство перевода, технологии перевода и локализация. И бизнес перевода, в этом году мы еще открыли дополнительную секцию для устных переводчиков. И, как показал опрос, эта секция была очень востребованной, потому что было много докладчиков, и тема устного перевода очень-очень остро стоит в Украине. И есть специалисты, профессионалы своего дела, которые хотят рассказывать об этом. И в 19-м году, в 20-м году, простите, мы планируем расширить эту секцию, дать еще больше места, пригласить еще больше докладчиков. Из новых форматов докладов, которые мы попробовали, это была «Печа Куча» по построению личного бренда переводчика в социальных сетях. В этой секции выступили Инга Михаэль, Виктория Мороз, Дмитрий Пушинир, Ирина Храмченко со своими короткими зарисовками о тех инструментах, которые они используют в повседневной жизни, чтобы, скажем так, строить свой личный бренд. Это была такая необычная сессия, очень интересная, запоминающаяся, и мы надеемся, что на этом наши эксперименты с форматами не закончатся. Вот, было вот так, здесь вот наши дорогие синхронисты, которых мы очень любим, наши участники, вот видите, что можно поплавать и на саб-досках, и очень много, у нас вот концертная программа состоялась, просто великолепная. Вот, и еще вот так. И с животными, кстати, тоже можно приезжать, если вы негде оставите там, там прекрасное место для этого. Мы придумали рецепт своей успешной конференции, но и как любые шеф-повара, мы знаем, что любой рецепт, он с каждым приготовлением приобретает какие-то свои новые ингредиенты, секретные специи, но мы надеемся, что то блюдо, которое мы приготовили, оно пришлось многим по вкусу. И мы получили десятки положительных отзывов, но, конечно же, еще знаем, над чем нам нужно поработать и куда нужно расти. И в следующем году мы решили повторить это мероприятие, решили сохранить формат недельной конференции, но при этом мы, конечно же, будем разнообразными еще конференцию, ведь это будет пятый юбилейный, скажем так, выпуск Диди Кэмпа. Уже открыта регистрация, и для всех участников Белорусского форума будет действовать скидка в размере 10% на регистрацию, а также мы уже принимаем заявки от докладчиков, поэтому, если у вас есть что сказать, мы будем только рады видеть вас. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нам, все материалы конференции за прошедшие 4 года находятся в открытом доступе, и, пользуясь случаем, хочу пригласить вас всех в гости. И, конечно же, сказать, что не нужно никогда останавливаться на достигнутом, не нужно бояться реализовывать те задачи, которые, на первый взгляд, могут казаться какими-то трудоемкими, не реалистичными, неподъемными. Ведь организация мероприятия, на самом деле, да, это работа огромной команды, и самое большое счастье и радость организатора – это видеть улыбки на лицах участников. И вот на этом мероприятии у нас все удалось. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за доклад. Предлагаю задать вопросы, как бы, может, это интересует. Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Начну с Олега Рудавина. В 2014 году Олег Рудавин провел мастер-класс для участников конференции, запись этого мастер-класса о фрилансе. Он рассказывал, есть на канале, на свободном доступе и на сайте. Также Олег Рудавин приезжал в 2016 году и также выступал с докладом. Да, он также знаком с нашей конференцией. Полное участие в конференционной программе, то есть вы ходите на доклады, это участие в развлекательной программе, различные там мастер-классы, полный конференционный ракет. Для супруг и спутников есть гостевой билет. То есть в прошлом году, по-моему, на весь период он составлял что-то порядка 30 евро. Для взрослых, скажем так, спутников, да, вот для супруг и супругов была своя программа. У них там были мастер-классы творческие, рисовали они живописью и акриловыми красками. Каждый день тоже есть отдельная детская программа. И они, это как мини-лагерь для детей. То есть их детям утром забирают аниматоры и вечером родителям доставляют, скажем так, да. То есть они целый день заняты, они абсолютно автономны от родителей. Ну, конечно же, если вы хотите с ребенком пообщаться, вам разрешат, но они абсолютно, видимо, независимы. То есть было такое, что подходили родители и говорили, ух ты мой, как хорошо видеть. И вот и вот и вот и вот и говорит, мама, не забирай меня отсюда. То есть дети там порядка было бы 20 деток в этом году абсолютно разных возрастов. И они там все введели. У них там и робототехника, и какие-то там химические шоу. В общем, там своя программа, что взрослые порой и завидовали. Как возникла вообще идея проведения такого мероприятия? Может быть, уже рассказывали, я не хочу, потому что моя коллега тоже не знает, было бы интересно послушать. Спасибо за вопрос. Да, мы в 2013 году проводили мероприятию в Киеве. Это была, скажем, такая конференция в классическом ее виде. Она проходила в отеле, в конференционных залах. То есть ничего необычного в этом не было. А потом, когда мы поняли, что было бы здорово, чтобы наши участники могли приезжать семьями, в отеле это не всегда как бы легко реализовать. Мы нашли вот такое место уникальное, которое удовлетворяло все наши запросы. И мы решили попробовать, рискнуть, провести такое открытое, под открытым небом мероприятие. И, скажем так, что опыт 2016 года, это был бы прям такой, знаете, экстрим-экстрим. Многие не верили в то, что такое возможно. Многие боялись ехать. Лес, Днепр, палатки, вообще что-то такое. О чем они там будут рассказывать. Но, знаете, наверное, игра стоила свечи. И раз мы уже хотим повторить это в недельном режиме, вот так, наверное, она родилась. А изначальные идеи проведения вообще конференций? Каких-либо, да, в целом. То есть это вы поговорили с коллегой за ужином и решили, что мы хотим пообщаться в большем кругу? Или как-то так? Компания «Криворческий ритект». Мы проводили внутренние форумы для своих коллег, штатных и нештатных. В 2011 году и в 2012, в Днепре. И потом, когда стали приезжать коллеги из разных уголков Украины, мы поняли, что надо что-то с этим делать, потому что площадки в Украине не было такой. Для сбора переводчиков. Вот как Юлия уже говорила, в Беларуси тоже такая была история. И мы решили попробовать, что из этого получится. То есть вот так вот родилась эта идея. Попробовать сделать площадку для общения, для обмена знаниями. И эта идея оказалась успешной пока что. Пожалуйста. Спасибо большое. У меня, наверное, будет не вопрос, а такой итог и благодарность. Один из моих постоянных спикеров, как он, на Киарелос, которым мы занимаемся разработкой стандарта упрощенного технического языка, в рабочей группе как раз был главным вашим спикером этой году. И когда мы встретились на Весовом Альмамске, мы презентовали свою программу вместе. Он очень много всего хорошего, душевного рассказывал и замечательно отзывался вашей конференцией. Спасибо большое. И от меня лично большая благодарность вашим синхронистам. Я смотрела на некоторые выступления, которые проходили в течение конференции, благодаря вашей трансляции. Был замечательный перевод. Спасибо большое. Всем синхронистам, спасибо вам на свободу. Спасибо большое. Я им обязательно передам. Потому что, как зачастую бывает, работа синхрониста, она незаметна. Но это огромный на самом деле труд, который мы стараемся ценить, чтить. И вот поэтому даже в следующем году, как бы вот эта идея устного, подобно для устного перевода, она на самом деле очень нужна. Поэтому спасибо вам за интерес, за внимание. И будем рады видеть вас в гостях. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok I didn't expect that level of knowledge, of commitment to the work. So I found many new friends, but also many new possible colleagues. Вот на такой оптимистичной ноте я передаю слово следующему спикеру. Спасибо большое.